Привет, я Стас Давыдов. Сегодня все все еще говорят про хоккей и, конечно же, про близость экзаменов, но, между прочим, сегодня день русской печи. Так что, если от близости сессии ЕГЭ или от счета 6.1 у вас начинает припекать, сядьте на разогретую русскую печь. Авось полегчает. А еще лучше напишите любой комментарий к этому выпуску, авось в следующем на стенку попадет. А теперь... за работу! Вот тут, короче, исход боя без правил решился как-то совсем не по правилам. Подсечка! Такой крепкий, а греб от доски с колесиками. Ну хорошо, хоть нет банановой шкурки, не так уж и позорно. Должен признать, это самый фатальный фаталити, который я когда-либо видел. Серьезно, неплохая способность для какого-нибудь персонажа в МКХ, заплатить 200 рублей и получи возможность скидаться скейтами или бананами, или фатой, тогда будет настоящее фаталити. Видали? Мужику даже не помогли эти грозные глаза на жопе! Конечно, если вы были внимательны, то вас могли заметить, что это все монтаж! Так сказать, творчество интернета. Я бы даже назвал это искусством. А вот грядущая сессия, это не монтаж, а реальность. Простите, что напомнил, можете присесть на печь. Зато этот боец с глазами на жопе теперь сможет оправдывать свои жизненные неудачи внезапным скейтом. Нет-нет-нет, я не спал с этой бабушкой. Мне под ногу подкинули скейт, а я упал. И у Демаса Каскадера тоже на самом деле был скейт. И сборная России позавчера в матче с Канадой тоже на скейте поскользнулась. И на Евровидении в прошлом году все просто на скейтах поскользнулись и случайно проголосовали за Кончиту. Вот. И это хорошо. Второе видео прислал трейдер Вайл, и тут существо из класса млекопитающие демонстрирует полное отсутствие инстинкта самосохранения. Смирно! Смирно! Вольно! То есть человек с первого раза еще как-то не догадался, что он нарывается на неприятности. Странно, что он об этом не догадался еще в тот момент, когда у него возникла эта идиотская идея. Хотя, надо признать, некоторые на секундочку отсмирно лились. Ну да, отсмирно лились. Но чувак, конечно, выкопал себе яму. Смирно! Ой, слушай, парень, на, держи! Смирно! А, нет, стой! Вот, пожалуйста, теперь можешь голове приставлять. Ты умный малый, так держать! Вольно! Смирно! Возможно, он просто поскользнулся на скейте и сказал это... Да, два раза поскользнулся на воображаемом скейте, с кем не бывает. Смирно! Я понял! Это такой социальный пранк! Это видео показывает нам, что полицейским не важно, что внутри человек, быть может, полковник. Полицейским важна только форма. Лицемеры. Смирно! Привет, я тот чувак из видео! Вот здесь в мешке мои яйца! И сейчас я буду мешать полицейским выполнять свои основные обязанности. А то есть стоять и делать ничего. И это хорошо. Эти видео прислал Владислав Ивлев. И сейчас крепитесь! Некая Арина Клеопатра учит нас, как есть пельмешки правильно. Здравствуйте, с вами снова я, Арина Клеопатра. И сегодня я вам покажу, как надо кушать правильно пельмешки. Так, до того, как у нас у всех дружно бомбанет, и если объединить все наши анусы, то можно будет плавить в альфрам, а это, между прочим, один из самых тугоплавких металлов, разберемся в матчасти. Во-первых, да, это та самая, я самая изумительная. Изумительная, вот. Понятно вам? Вот. Простофили. Во-вторых, посмотрите, она делает все очень правильно, именно так, чтобы у всех как следует взбомбило. Несет чушь, снимает бесполезные видео, много бесполезных вертикальных видео. А еще ведет себя как шлюха, толстая, одевается лифчиком наружу, говорит во время еды и мерзко чавкает. С майонезиком. С майонезиком. Да. Короче, все правильно делает, у меня вот-вот бомбанет. Хотя нет, я-то закаленный, я комментарии в одноклассниках читаю. А Клеопатра молодец. У таких Клеопатр есть своя определенная целевая аудитория. И она еще найдет своего Юлия Цезаря. О, да! Я б твои пельмешки майонезиком-то смазал. Моя царица. И знаете, что мне снилось сегодня ночью? Что я лежу на берегу моря и на меня падает большой пельмень. Короче, я не знаю, что бы доставило мне больше удовольствия. Смотреть это видео на репите, или кулаком вбивать себя в ногу смазанные хреном гвозди. Но, что не отобрать, в одном она права. Мазик на пельмехе жалеть нельзя. И это хорошо! На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если находите интересное видео, присылайте его отсюда. А свои это хорошо к нам на Яндекс почту. До пятницы! И это сиськи в конце.